Томсо, скажи, пожалуйста, что для бороды использовал Бород? Вы знаете, на самом деле вопрос бороды, я сейчас расскажу вам небольшие секреты видеоблогинга. Во многом то, как ты выглядишь в кадре, зависит именно от цвета. Имейте в виду, что свет – это самая наиложнейшая составляющая видеоэфира. Не столько важна камера, сколько важен свет. У меня, например, камера – это просто камера для стриминга, это не профессиональная камера. Большинство людей стримят на профессиональных камерах, не зеркалки, а другие вы, наверное, видели, ставятся на штативы специально. И они действительно делают более глубокую, качественную картинку. А вот эти моменты с бородой, тебе, наверное, кажется, что она какая-то густая. На самом деле это всё свет. Если бы я настроил свет по-другому, то наоборот было бы… То есть, если бы она у меня просвечивалась, да, вот сейчас она не просвечивается, борода, поэтому здесь идёт тень. И она выглядит ещё гуще, чем она есть на самом деле. Но если поставить свет, допустим, по бокам, и свет будет светить не на меня, а будет светить сбоку, с двух сторон, то тогда вы, наоборот, будете видеть просвет в бороде, и она будет казаться менее густой. То есть, она будет ещё более жидкой, чем она есть. Поэтому это на самом деле игра со светом. А так за бородой, конечно, нужно ухаживать, использовать различные масла, чтобы её как-то приводить в порядок. Вообще, внешний вид имеет огромное значение. Можно волосы в разные стороны, бороду в разные стороны, и выглядеть как дикаря. Можно нормально немножко придать себе вида, и будешь выглядеть аккуратно, опрятно. Мусульманин должен выглядеть нормально, опрятно. Это важная составляющая ислама. Вы должны понимать, что мы как представители, как амбассадоры этой религии. По нам судят, когда видят нас, судят о нашей религии. Это неизбежно. Поэтому ты должен соответствовать. Ты должен показывать красивый пример и внешностью, и характером, и всем. Как думаешь, если в Кремле захотят заменить Кадырова, кто из окружения Кадырова будет достоин этого поста предателя? Слушай, ты думаешь, там есть какая-то проблема в желающих? Да там их столько. Там конкурс можно объявлять на замещение этой должности. Их там полно, этих предателей, уже действующих, желающих таковыми быть. Найдется немало. Ну, к сожалению, подобные должности, предательские, они очень щедро оплачиваются. И поэтому всегда найдутся люди, готовые продать честь и совесть за деньги. Они всегда были и всегда будут. Так что проблем с этим у России не будет. Тумсо, почему этот Аслан вас обвиняет работниками ФСБ? Я лично тебе и твоего младшего брата считаю гордостью. Слушайте, раньше я как-то еще обращал на это внимание, но сейчас, я думаю, там просто кукухой тронулся человек. Действительно, там проблема, это уже диагноз. Когда человек живет в таком постоянном страхе агентства и так далее, что там кто-то, вот все у него агенты, каждый, кто ему не нравится, агент. Может, он поначалу просто заигрывает с этой темой, но постепенно он уже начинает на этой теме ехать. Поэтому, я думаю, просто погнал, наверное, человек. Не стоит, я думаю, даже уже обращать внимание. Как бы конструктивный диалог закончился уже давно. Вопросы там, когда могут ставиться какие-то вопросы, могут на них даваться ответы, что там какие-то предъявляться обвинения, опровержения и так далее. Это какой более-менее конструктив. Но сейчас уже все нет там этого конструктива. Так, хочу вам рассказать еще одну интересную историю, связанную с Польшей. С Польшей неожиданно пришли интересные новости. Вообще началось все с того, что на телеграм-канале Вайфонда я увидел вот такую публикацию. Была опубликована ссылка на статью и комментарии Вайфонда. Вспомнили, видите ли, дело Тумсу Абдурахманова, решили пересмотреть его дело в убежище, сначала попытавшись его максимально выдать России на погибель. Я, естественно, удивился, как бы увидев эту информацию, прочитал эту статью. Ну и действительно, в статье написано, что якобы 23 марта 2022 года воеводский суд Польши вынес решение, значит, отменив все то, что было до этого, и вернул мое дело на рассмотрение обратно в Совет по делам беженцев, для того, чтобы они пересмотрели свой отказ в предоставлении мне убежища. Это было на прошлой неделе. Дело в том, что я как бы вообще не в курсе этого. Я никаких процессов не инициировал в Польше, ни в каких процессах не участвовал. Я вообще как бы забыл про вопрос предоставления убежища в Польше давно уже. Я уже получил убежище в Швеции. И я подумал, наверное, что-то там журналисты напутали. Наверное, они просто какую-то дату перепутали. Но, разумеется, решил уточнить, узнать. Значит, связался с юристом, который вел мое дело в Польше. И она мне тоже сказала, что она ничего не знает, никаких решений, но, значит, спросит, узнает. И вот вчера я получаю ответ. Действительно, действительно, воеводский суд Польши 23 марта текущего года отменил все эти решения и вернул мое дело в Совет по делам беженцев, для того, чтобы они, значит, вопрос предоставления мне убежища пересмотрели. Как такое возможно, я понятия не имею. Я еще раз повторяю, не инициировал вообще никаких процессов и сам в них не участвовал. То есть, это все происходит вообще без моего участия в Польше. Но сама новость, конечно, приятная. Она меня приятно удивила. Я не знаю, что будет происходить дальше. И никто не знает, потому что прецедентов этому, по крайней мере, те юристы, адвокаты, с которыми я общаюсь, у них, они не знают таких прецедентов. То есть, никто не знает подобного случая, чтобы человеку было везде отказано. Он покинул страну, потом в другой стране получил статус беженца. И после этого в первой стране было отменено какое-то решение и перенаправлено на новое рассмотрение. Это какой-то, короче, беспрецедентный случай. Может быть, где-то есть подобное, но мы не сталкивались. Поэтому мы не знаем, что сейчас будет происходить. По идее, ну, они в Совете по делам беженцев, они знают, что мне предоставлено убежище. То они должны, ссылаясь на это, наверное, как-то отказать. В общем, я не знаю. Будем дальше смотреть, наблюдать. Я буду держать вас в курсе. Надеюсь, что это как-то позитивно скажется, так как мне запрещен въезд на территорию Польши. Я объявлен там персоной Нонграта. И в этом контексте эти события, они, наверное, ну, если они хотя бы повлияют на то, чтобы мне сняли вот этот запрет на посещение Польши, то было бы, конечно, очень круто. Я надеюсь, что у нас что-то с этого получится. И, в общем, я буду держать вас в курсе. Томсов, вот почему Россия не может жить спокойно, развиваться, как, например, та же Швеция, а не постоянно на кого-то нападать и быть изгоями в мире. Размер твоего государства уже давно никого не волнует. Но это уже в головах людей проблема. Вот смотрите, Швеция. Швеция страна, которая не воюет уже несколько столетий. Она даже во время Второй мировой войны была в нейтралитете. То есть, все то время, которое другие страны воевали, терпели какие-то там трудности, экономика рушилась, потом восстанавливалась, города рушились, их нужно было восстанавливать. То есть, вот эти вот процессы, когда шли в других странах, здесь был стабильный рост. Никаких потрясений здесь не было. Почему это происходило? Потому что, ну, в головах людей у них не было войны, не было каких-то имперских амбиций. И когда, допустим, нацистская Германия думала создать арийскую там какую-то расу, какую-то мощную империю, разделить мир там на чистокровных и каких-то иных. Когда российская империя думала объединить всех пролетарий, да, ну, я про Советский Союз говорю, распространить социализм в этом мире, где кто-то там капитализм распространял. В общем, когда там были эти идеи, в Швеции были идеи, как, значит, соединить Балтийское море с Северным. Они начали еще тогда, в 19-м или 18-м веке, не помню, начали рыть канал, который должен был объединить эти два моря. И, по-моему, они его только вот недавно закончили, или еще до конца не закончили, не знаю. То есть, совершенно другие проекты, люди думали о других вещах, их не волновало, они не хотели править миром, они не хотели распространять какую-то свою идеологию, ничего подобного. Соответственно, здесь вообще другой склад ума у людей, вообще другие потребности, другие идеи и интересы. А там, где были эти идеи, они, к сожалению, во многом до сих пор остаются. Если кому-то удалось избавиться от этого империализма, например, в Германии, то России, к сожалению, не удалось. И они вот как с тех пор хотели быть какими-то великими, причем великими не в плане технологий, каких-то нравов, а в плане порабощения других народов, других стран. И вот они дальше живут этой идеей. Поэтому это надо в головах как бы менять. Это россияне должны измениться, чтобы у них изменилась страна. Субтитры создавал DimaTorzok